Самое важное, вам нужен канцелярский нож, оригинальные диски, вот так вскрывать и доставать. Приготовил оригинальные 8 дисков, сейчас будем пооперационно менять. Итак, для того, чтобы поменять сцепление на Kawasaki KDX 220 2T, вам понадобится обязательно ключ-трещотка на 10, динаметрический ключ, обязательно головку на 22 в идеале, пневмоинструмент и, в принципе, накидной ключик на 12, для того, чтобы ослабить тросик сцепления, нож канцелярский, чтобы удалить старую прокладку с крышки. Погнали, сейчас у нас в данный момент все разобрано, для того, чтобы начать нам сборку, вот у нас такие все детальки. Ставим колечко, ставится оно вот сюда, потом мы ставим вот такая у нас шайбочка, она небольшой такой, какой? Тарельчатая шайба. Тарельчатая шайба называется. Ставим ее выпуклостью в эту сторону. Все, вот таким образом собираем. Сейчас, в данный момент, я все диски достал, как они есть. Сейчас я добавляю новый диск, ставлю, как он должен быть, в принципе, без разницы, как он должен быть, что лево, то право. Асимметричный класс. Да, полностью асимметричный. И берем вот старый диск. Хопа, вот видно от него, от тарельчатой шайбы. Если вы не знаете, как ее ставить, как вот я резко снял, и она у меня вывалилась, и не посмотрел, в какую сторону ее ставить. Видно вот здесь от нее вот такая бороздочка. Это говорит о том, что, как ее правильно ставить. Протираю. Изначально я их не помыл. Погнали, производим сборку. То есть, жженый диск убираем. Новый диск вставляем. Снова вытираем. Кстати, металлические диски жжены. Видно, ездок поездил хорошечно. Ну что теперь? Все, как говорится, ради контента. Снова диск. Снова вытираем. И новый диск убираем. И новый диск ставим. Убираем. Таким образом производится сборка сцепления. Так вот составим. Это убираем. Важно еще смотреть такой момент, чтобы вот эти диски, железные, которые идут, они были без каких-то задиров, надломов. Ну как у меня. Пусть они будут черные, но целостность их не будет нарушена. Я вот когда протираю, я смотрю, в принципе, они все гладкие. Неплохие. Я думаю, еще прослужат. На данном мотоцикле сцепление менялось в первый раз. Все, диск ставим. И последний диск. Итак, совмещаем все диски текстолитовые. Видно на прожилках текстолит, металлическая, текстолит металлическая. Вот здесь ярко выражено, вот здесь металлического диска быть не должно. Теперь ставим вот эту вот шайбу, так назовем мы ее. И у нас получилась вот такая вот история. Теперь еще маловажный, немаловажный момент. Пока его уберем в сторонку, ставим вот такая шайба должна быть здесь, втулочка. Подсказываю тут уже втулочка. Так, и ставим саму корзину. И обязательно не забываем шайбу. Она без всяких либо направлений, без разницы ее. Ну видно, у нее вот здесь вот выработка идет. Ставим сюда. И загоняем сами диски по направлению. Так. Если это пакет самостички, я думаю, здесь. Да, практически. Почти как на Липитере 5 меняется. Вот так. Все. Теперь вытираем обязательно руки от масла. Вот она имеет выпуклость. Понятно, что выпуклостью наружу ставим сюда и закручиваем вот эту гайку. Без фиксатора резьбы, пневмоключом. Либо если у вас есть динаметрическая рука, вы можете затянуть ей. У меня есть пневмоключ. Мы затягиваем ей. Именно раскручивание, закручивание, как обычно. То есть направо. Направо. На максимальное усилие, да. Затягиваем. Еще раз. Ну, открутится. Разберем еще раз. Как-то так. Закрутили. Все у нас собрано. Лишних запчастей нет. Еще раз все перепроверили. Ставим пружиночки. Вот сюда ставим пружиночки. Неправильно собрали. Обычно должна быть за часть. Думаешь, должна быть за часть. Вот так. Это же ниш. И ставим пружинки. Вот здесь именно затяг вот этих вот болтов. Они идут М6. Затяг 10 килограмм. Это мы будем делать динамометрическим ключом обязательно. Либо динамометрической рукой. Либо спилом на глаз. Либо спилом на глаз. Все. Наживили. Пока подтягиваем обычной трещоточкой. Берем динамометрический ключ. Ты сделал, да? На 10 килограмм-то. Уже помощник выставил ключ. На 10 килограмм. Без помощников никак. И производим затяжку. О! Чувствуете, как вот сработало на нужной отметке? О! Кстати, с помощью такого ключа вы никогда не сорвете болты. Вот. Вот он. Сейчас начали снимать. Вот он. Итак, следующим этапом ставится опорный подшипник. Но таким образом не потерять вот эту шайбочку. Вот таким образом они собираются. Ну и все. В принципе, в принципе, сцепление у нас собрано на данный мотоцикл. Сейчас важно нанести, конечно, если у вас нету прокладки, а именно вы любите заниматься вот таким колхозом, как я, наносите очень нежненько герметик, таким образом, чтобы он не вываливался в разные стороны. Даете немножко засохнуть, буквально 5-10 минут. И, в принципе, болтиком на М6, головкой на М8, аккуратненько, без особо сильных усилий, затягиваете крышкой. В принципе, заливаете масло, и мотоцикл у вас собран.